Вот какие-то компании, которые занимаются графикой, решили начинок и залупили сервисы и брать их на зверь. Это все, наверное, хорошо. Что такое продуктная графика? Давайте попытаемся понять, что это такое, потому что очень часто и на экране активно в том числе, как только видят картинки на экране, это графика, как только увидите графический интерфейс. Итак, изображение, и все воспринимается графикой. И все называется графикой, это замечательно. На самом деле, это не совсем так. Нам нужно понять сейчас, что изучает пример графика вообще, что мы будем делать с вами в этом курсе, чем мы будем заниматься, и мы чем-то, какой-то узкой частью будем заниматься, но мы не можем делать вообще все-все. А что вообще делает графика? Потому что вот эти картинки, это, конечно, изображение, это, конечно, хорошо, но я специально поставила именно эти картинки, потому что эти картинки к курсу компьютерной графики не имеют практически никакого отношения. Ну вот их можно отнести к курсу, там, обработки изображения, компьютерного зрения, но это не графика. Так, компьютерная графика, это лично другое. Вот смотрите, три курса, ну вот там, вместо распознавания образа, можно компьютерное зрение написать, в принципе. Три курса, которые как-то работают с изображениями, но каждый курс работает по-разному. Вот у нас тут фигурирует, посмотрите, изображение и описание, да? Вот если у нас на вход поступает изображение, что-то мы с ним делаем, и на выходе опять изображение, то это называется обработка изображения. И хотя все говорят, что фотошоп, это графический редактор, и все связывают с пакетом графики, но он умеет делать что-то, что связанное с графикой, а может уметь, что-то умеет делать, что связано с обработкой изображения. То есть там есть и то, и другое. Если у нас на входе изображения, а на выходе какой-то анализ, и мы получаем ответ на какой-то вопрос, то это компьютерное зрение, ну все уже знают, да? Ну вот либо более узкое название, распознавание образов. А вот если у нас на входе есть описание, а на выходе мы получаем изображение, то как раз именно вот эта часть и называется компьютерной графикой. То есть компьютерная графика посвящена созданию изображений, то есть процесс визуализации чего-то на экране, вот изображения не было, а мы его создали и визуализировали, вот это есть компьютерная графика. И мы будем заниматься в этом курсе именно вот этими вещами. То есть мы будем создавать изображения. Компьютерная графика может разделиться на двумерную и трехмерную. И там и там изображения создаются. Понятно, что более крутым считается трехмерная, правда? Ну то есть когда мы видим трехмерное классное изображение, дух захватывает, здорово. Хотя создание двухмерных изображений, ну в принципе это тоже задачи. Ну единственное что, вот создание двумерного, эти задачи как бы уже, ну очень многие решены, мы просто их используем. Хотя все равно существуют некоторые вопросы, в которых до сих пор там что-то доделывается, какие-то разработки происходят. С трехмерным это не так, с трехмерным постоянно развивается, и там как бы масса вопросов и нюансов. Мы будем с вами изучать и то, и другое, но двумерную мы как бы вначале, поскольку она проще. Посмотрим на кое-какие отдельные моменты, и затем перейдем к трехмерной графике. Где применяется графика? Ну двумерная, понятно. Этому как бы даже за графику уже давно никто не считает, правильно? Ну то есть что это? Ну диаграммы какие-то, иллюстрации, картинки там к чему-то. Скажите, к вам в голову приходило это вот сказать, а, это вот из курса компьютерной графики. Сомневаюсь, да? Ну за исключением некоторых очень старых выходцев, математиков, которые считают, что графика именно вот эта. А так вам в голову это уже даже не приходит. То есть кто его знает, что это? Картинка. Дальше, конструкторская графика, посмотрите. Ну это вот всякие сапры, да? Это вот всякие автоматические разработки. Вот видите, там уже трехмерные какие-то модельки. Это тоже область применения. Ну вот иллюстративная графика, допустим, в фотошопе это нарисовали. Ну или в каком-то другом графическом редакторе. В принципе, это да, создали изображение. Поэтому это относится к графике. Можно, конечно, было рисовать только рукой. Тогда это вообще примитивная графика. И весь упор ушел на художника. Просто он умеет пользоваться мышкой, там и наносить вот правильно цвет. Но, возможно, как-то создавали и по-другому. И тогда что-то использовали уже из миллионов графики. Компьютерная анимация. То есть сама анимация это достаточно сложная вещь, интересная вещь. Ну, я не знаю, обычно мы в курсе не касаемся построения анимации. Поскольку там задействуются многие сложные вещи, которые... Ну то есть нам нужно плавно описать изменения положения тела и так далее. И это всякие уже процессы физические, да, там описываемые какими-то уравнениями. Ну то есть это вот более сложные вещи, мы обычно их не трогаем. Графика для интернета. Чем она характерна? Кто не попытается сформулировать? Она обычно векторная. Она векторная чаще всего, да, верно, занимает мало места, да. То есть действительно. А вот векторное изображение чем отличается от астрова? Может вообще не? В общем, это гранатические периметивы и печали, и безумие не теряются больше. В частности, что? В частности, преимущество, что можно отстанивать, там, менять от смеха. Отлично. И меняется соотношение. Да, но тогда вопрос, а зачем нам тогда другая графика, давайте мы все делать так, смотрите, как выгодно. Размеры маленькие, хорошо масштабируются, нет проблем с этим. Потому что не всегда размеры маленькие. Что? Ну, в электронных графиках она же не существует. Она периметивная, достаточно. Она периметивная. Да, периметивная состоит. Если изображение сложное и оно не имеет, нельзя любить его как периметивы, то оно очень сильно растет в размерах. Гораздо может быть просто набор пикселей. Ну, в общем, могу согласиться, на самом деле главная проблема в цветопередаче. Потому что, обратите внимание на вот эти растровые кои, на вот эти вот картинки для интернета, вы видите, что почти везде цвет как бы он такой. Он какой-то явно мультипликационный, да? Вот он, можно сказать, что это вот цвета из натуральной жизни, вот как на фотографиях. Вот если у вас трава, она вся одного оттенка, либо какой-то такой переход градиента, но он просматривается. То есть простые цвета, нет разнообразия цветов. Это одна из проблем. Для интернета, для таких изображений это все хорошо, а для настоящей графики не очень. Поэтому у нее узкое применение. Вот посмотрите на картинку Виктора Цыганова, художника. Эта картинка полностью созданная, то есть она цифровая, это цифровой художник. Вот похоже на фотографию или на картину, которую художник писал, правда же? Она вот полностью цифровая, и вот здесь как раз очень большое количество цвета. И вот то, что мы говорим, что сложная, вот эта тоже сложная, похожая или простая? Похольная. Да, сложная. Сложная по форме. А что там сложного? Линии для линии. Она сложная за счет цвета, правда? За счет того, что много переходов цветов, а так, ну линия у дерева, там стволы, ствол, вроде как ничего сложного. А вот текстура дает вот это вот ощущение сложности. Ну вот всякая трехмерная графика появляется, да, у нас применение. Причем это может быть как рекламное, вот смотрите, с такими вот достаточно простыми текстурами, так и сложная, уже приближенная к реальности. Различные трехмерные модели, которые там создаются, например, в блендере, да, и при этом вот тем не менее вот эти модели все равно можно разделить. Где мы их применяем? Где можно применять модели, подскажите? Для чего они, в принципе, могут быть нужны? Да, вот эти, вот такие модели всякие трехмерные. В играх. А игры это всегда онлайн, правильно? А еще где могут быть? В фильмах. А фильмы это все... Так, зачем нам онлайн? Фильмы мы наснимали, красивые модели там супер нагенерили, получили видео и смотрим. И вот мы с вами будем разбирать разницу, в чем разница между созданием трехмерных изображений реального времени и для фильмов. То есть об этом тоже будем говорить и будем пробовать все это делать. Ну, понятно, что не на самом высоком уровне, мы просто нам не хватит ресурса, времени, но все равно будем. Ну, и эту классификацию вы все знаете, как бы, да, и тоже. Но вот когда изображение мы выводим на экран, то у нас уже остается только растровая графика. Вот в момент вывода, это называется процесс растризации, да, когда мы переходим к растру. Вот в момент вывода, не важно, какая была графика, в момент вывода она станет растровой. И этот процесс растризации, он тоже важен и он очень актуален, потому что... Ну, мы видим очень. Ну, давайте мы сделаем экскурс в историю. Говорит, и так, хотя у нас и пропало кусочек времени, ну что делать? Я сама хочу вас познакомить. Вы наслаждайтесь этой лекцией, потому что такого огромного количества картинок и историй больше не повторится. Дальше будет серьезней. Посмотрите, можно разделить на некоторые вот промежутки, которые достаточно большие. Вот 40-й, 70-й прошлого века, 71-й, 85-й, ну там плюс-минус год это может быть условно, но потом 86-й, 90-й, потом для нынешнего времени. Ну вот, давайте по шагам попытаемся разобраться, что это за такие этапы, почему они выделились. Как вы думаете, 40-й, 70-й? Для вас это неудобная история, даже для меня такая. Но тем не менее, как вы думаете, вот что там, вот почему именно этот этап выделили? Есть приколоты? Что? Черное, белое. Несерьезно. Это неудобная история. Серное. А? Просто попробуйте, если вы не знаете, где-то термин. В каком году из них? С 40-го по 70-й. Можно занять его не беремого. Почему? Первым беремого. Телевизором не было. Телевизором не было? Нет, нет. Может, а с гаммой отдать. Мне вот нравится, привязались к железу. А ну-ка давайте проанализируем. С 40-го по 70-й, что у нас там с железом? Сначала все было с мультипликацией. С железом. Чего? Не было персональных компьютеров. Это все были большие МР. Вот с 40-го по 70-й, это все большие МР. Вывод происходил, сейчас увидите на что. Вы увидите первую компьютерную игру с выводом, увидите на что. На осциллограф. Большая вычислительная машина. Осциллограф в качестве экрана, на который что-то выводится, и люди играют в Звездные войны. То есть играть хотели всегда. Ну, давайте посмотрим. Итак, что перед вами справа? Что? Картина. А кто знает, какая? Айс-цай. Какая? Да. Айс-цай. Моно Лиза. Моно Лиза? Да. Или? Джакон. Ладно, окей, узнали. А эта картина, посмотрите, из чего сделана. Все видят? Из символов. Из символов. То есть это на... С большой машины вывод на обычную... Такой, у него он разорачивается. И там обычные циферки пропечатаны. И вот эта картина получалась таким образом. В принципе, это уже графика. То есть люди хотели изображать очень давно. Перерыв. Вот с 40-й по 70-й годы это на 20-й годах. И, соответственно, вывод у нас происходил либо на бумагу, то есть вот таким образом, да, мы можем смягчать. Но в этот момент активно происходило развитие математических основ. Компьютерной графики. Вот многие вещи, которые мы рассматривали в ювелирной графике, у них год появления это 60-е годы. И этим пользуются сейчас. Ну вот такое. 60-е, 70-е годы активно работали с математикой, потому что с выводом не было возможности работать, да? Вот графопостроители в конце 60-х годов появляются. То есть, ну вот, другого ничего не могли делать, но очень хотелось. Но математика была суровая и давала хорошие, красивые вещи. Мы увидим это сейчас, но если правда у нас сюрпризов много, если позволит показать. 50-й год. Рисунок на осциллографе, посмотрите. Красиво? Да. Ну вот, другого ничего не могли, но хоть что-то красивое, да. 52-й год. Первая компьютерная игра «Кристики-Нолики». Ну вот я не знаю, как прочесть, Оха или Окса, ну вот какие-то там названия «Кристики-Нолики». Разработана в рамках кандидатской диссертации. Но с выводом, потому что вывод был проблемным. То есть вот в первую очередь кандидатская диссертация посвящена, в общем-то, взаимодействию с той форматой, с вот этим процессом. Это самое сложное было. 57-й год. Вы как на осциллограф, уже посмотрите, какого изображения. Правда, стоило. С камерами я была, вот именно с камерами. Это не копия фотографии, это вот выведено. Да. 60-й год. Запомните эту фамилию, Вильям Фетто. И это не все. Это человек, который создал термин «компьютерная графика». Вот благодаря именно этому человеку появился термин «компьютерная графика». Работал он в компании «Боинг». И разрабатывали они самолеты. И нужно было разработать хорошую кабину с тем, чтобы летчику было очень удобно. Для этого разрабатывалась модель. Вот фигура человеческая. Она известна под именем «Боинг-Мэн». Она вот в определенном вот виде. То есть это не то, что она там ходит, как хочет. Она достаточно статична. Но вот эта вот модель, и это ее ортогональная проекция. И это вот то, чем занимался Фектор. И вот именно в ходе этой работы появился термин «компьютерная графика». То есть это вот это назвали «компьютерной графикой». 61-62 год. Массачусетский технологический институт. В принципе, это центр и до сих пор, где занимаются активно компьютерной графикой. И создание первой, ну потом видите, в скобках второй, графической компьютерной игры. Ну на самом деле, помните, я уже там крестики-нолики показывала? Ну то есть, в общем-то и раньше что-то было. Но это уже, смотрите, какая компьютерная игра. Видите осциллограф? Вот первые «Звездные войны», помните? А вот эта слева картинка, это как это выглядит на экране, если смотреть прямо. Ну то есть, что в «Звездных войнах»? Ну сбивают, там что-то летит, оно сбивается. Вот тут и происходит. Точечка летит, ручиком сбивается. «Звездные войны», прекрасно. Обратите внимание, 200 человеко-часов. И вот машина, ну как ДТК, там, ПДП-1, это вот пионер. Справа современная версия «Звездных войн». Ну вот той игрушки «Звездные войны», которая есть. Вот так это выглядит примерно сейчас. Вот по центру это там воспроизведение на монтажном компьютере этой игры. То есть, это вот такой подход. 1963 год. Еще один, еще одна фамилия – Айвен Сазерлер. Его алгоритмы, которые он изобретал, там графики так вот периодически встречаются. Достаточно сложные, интересные, ну на то время. И его созданный программно-аппаратный комплекс «Скетчпад» – это некоторый, ну, автокад какой-то. Такой редактор, вот, для работы с чертежами. Ну, правда, двумерные, как вы видите еще на тот момент. Красиво будет, вы умеете вырезать. Спасибо большое. И за эту работу ему вручили самую престижную премию – премию Тьюринга. То есть, это были выдающиеся вещи, а сейчас это для нас само собой разумеющиеся. Само собой разумеющиеся. 68-й год – первый в мире мультфильм, нарисованный компьютером. На самом деле, там как бы появляются в 60-х годах мультфильмы, периодически. Но вот этот мультфильм особен тем, что компьютер его рисовал. То есть, это не последовательность кадров, а он его смоделировал и нарисовал. Это работы советских ученых, вот, под руководством Николая Николаевича Константинова. Но вот, к сожалению, все работы советских ученых в этом направлении касались всяких научных разработок, то есть, поддержку научных исследований, ну, и всяких военных вещей, да. Вот. На Западе вначале в этом направлении, как бы, и в этом направлении тоже, но и в сфере развлекательной тоже шли работы. И вот они немножко потом разошлись, и за счет этого, конечно, да. Но вот в этой области, тем не менее, большие успехи. И вот этот мультик, он особенен тем, что движения кошки смоделированы. Если сейчас мне удастся, я запущу. Если нет, посмотрите дома сами. Сейчас посмотрим. Вот это МГУ Ломоносова. Его ученик Баяковский затем возглавит лабораторию графикор в МГУ. Сейчас, конечно, уже Баяковский юмер. И эта лаборатория перешла в лабораторию компьютерного зрения, очень достаточно приличная по России. Ну, вот обратите внимание на эту кошку. Вот эти все движения, которые вы видите, рассчитаны с помощью дифференциальных уравнений. Ничего руками. Все просчитано и выводится только по расчетам системы уравнений. Сейчас дальше могу отходить. Никаких датчиков движения в то время просто не было. И для того, чтобы понять, насколько правильно моделируется движение кошки, Константинов, ну вот по воспоминаниям, по крайней мере, делал жуткие вещи, остался на четвереньке, ходил по комнате у себя дома, там фиксировали эти все движения, они экспериментировали. Ну, то есть вот так создавался мультик. Ну, там показано, то циферками эта кошка выводится, то черная, то белая. Понятно, что это уже потом сам процесс вывода. Понятно, что в то время выводились цифрами. Сейчас посмотрите. Вот у вас справа внизу, это траектория лап кошки, вот как она там ходила, вот какие-то вот, да, вот круги, по которым перемещения производились. И вся кошка была создана из цилиндриков, всяких конусиков, и вот они передвигались. Ну, понятно, что рисовались символами, но рассчитывалось движение для вот таких вот маленьких конусов, цилиндров и так далее. То есть была создана именно модель трехмерная, ну, двухмерная, конечно, ну, трехмерная, наверное. Для расчетов трехмерная, для рисования мы только двумерные можем. И вот они просчитывались с помощью дифференциальных уравнений. Вот эта система хранения кошки, казалось бы, тривиальная, сейчас мы по-другому не представляем, а что как-то можно по-другому хранить. Она вот использовалась в понятии октодерево, чтобы хранить вот эту вот всю кошку. Лек через 12 после выхода этого, а то и даже позже, после выхода, а, 12, 80-е годы, после выхода этого мультика будет статья о том, что мы изобрели октодерево для хранения графических сцеп. Ну, то есть, на самом деле оно применялось раньше, я думаю, не только Константиновым, но вот оно просто было заявлено. То есть, вот два момента. Октодерево и вот это расчет движения. Очень сложный, как бы, ну, то есть, это очень серьезная вещь, и вот, здорово, как получилось. Это сам Константинов. Ну, это вот. Вот Рик Паррен из университета Огайо, он занимается вот такими вещами, алгоритмами, технологиями для компьютерной анимации. Когда ему впервые показали этот мультик, он был в восторге, и вот он ввел его, он обязательно показывает своим студентам в качестве примеров того, как это было и как это здорово. Ну, а это ученик Константинова, Юрий Боряковский, его уже нет, к сожалению. И 90-й год, вот, смотрите, Сиграф, это самая крутая, одна из самых крутых конференций по компьютерной графике, которая есть и в мире. Ну, то есть, если вас там признали, это все, это вы уже крутой, вот, безумно. И вот ему был присвоен этот критик. Ладно, второй этап, скажем так, 71-й, 85-й годы. Появились персональные компьютеры, появились дисплеи, появилась возможность графического вывода приличного, а не текстом рисовать или осциллографом рисовать. И, естественно, роль графики начала очень резко расти, и вывод, как бы, стал замечательным. Но у персональных компьютеров быстродействия меньше, чем у больших на тот момент было. Ну, вот в тот момент, когда они только появились, понятно, что они еще не могли столько считать. Поэтому программы пытались писать на ассемблеры, чтобы ускорить процесс. Все программы с компьютерной графикой очень ресурсоемкие. Там нужно много считать. Все красивые картинки прячут за собой много расчетов, чаще всего, да, вот все эти вещи. Правда, сейчас от вас это прячут библиотеки и программы, поэтому вы не пугайтесь, вы очень много считать не будете. Вот. Но, тем не менее, это ресурсы, и вот это была проблема. Создалось стихное изображение. Стало появляться вот попытки сделать реальную графику какую-то, то есть на что-то похожее, а не вот такие схематичные вещи. Один из первых трехмерных компьютерных фильмов, вот университет Юта, 73-й год. Посмотрите, человек ходит. Его пытаются сравнивать с кошечкой этот мультик. Но он не так классно ходит, как кошечка. Но, тем не менее, ходит. Его, посмотрите, вот такой уже, типа объемный. 70-е, 80-е годы. Как вы думаете, что вот там на правой картинке изображено? На примитивы разбивают машину. На примитивы разбивают машину? На какие примитивы? На какие-то полигоны. На какие-то полигоны. Ну вот смотрите, привыкните к тому, что все модели трехмерные, с которыми мы будем работать с вами в этом году, они будут полигональные. Полигональные, это значит, что то, с чем мы будем работать, мы будем работать, эти все объекты будут состоять из много-много мелких полигончиков. Полигоны, это многоугольники. Но они не просто разбивают этот машин. Вы видите, что это на машине, да, все происходит. Айвер Эдвард Сезерлер, как настоящий ученый, пожертвовал свою машину. Его ученики стали вот так ее разукрашивать. С тем, чтобы, то есть вот эта машина будет создана с помощью сплайнов, то есть с помощью полигонов, и не просто полигонов. Да, видите, оно все скругленное, там, описываемое. И вот это вот происходили расчеты, чертились и так далее, появилась вот такая модель. Первая 3D-модель автомобиля. Еще одно имя, Эрд Кэппелл, считается отцом компьютерной мультипликации. Пост президента Диснея Пиксар, ну, то есть это звезда мультипликации. И вот его заслуга в том, что у него появилась первая анимированная модель руки. То есть она не просто трехмерная, а она анимированная. И он, как бы, вот активно вводит понятие Z-буфера. Хотя я так понимаю, что все эти изобретения вряд ли, вот никто не знал и не думал об этом. Он изобрел, подключал, и все стали знать. Ну, то есть, как бы, к этому подходили-подходили, но, тем не менее, вот Z-буфер, ну, считается его, да? А кто слышал по Z-буферу? Так, есть рука. Я не верю, что больше никто не слышал. Z-буфер. Это связано с порядком отображения. Да, окей. А кто слышал буфер? А кто слышал Z? А кто слышал про Z-буфер? Ладно, хорошо. Это связано, да. Это связано с процессом перевода трехмерного изображения в двухмерное. С пункта Z-буфер используется, чтобы трехмерное изображение мы красиво видели в двухмерном виде на экране. Да, с порядком. Еще одна историческая вещь. Чайник. У него два названия. Либо чайник Юты, потому что это было создано в университете Юты, тоже один из больших центров по компьютерной графике. Либо чайник Ньюэла, потому что Мартин Ньюэлл – его разработчик. Ну, кто видел чайник-то в графических программах? Да. 3D Max. Все знают, что там есть чайник? Еще где эти чайники есть? Ну, ладно, в 3D Max есть уже хорошо, но еще в куче мест. На самом деле, еще и в куче мультиков используют именно этот чайник. Уже создан, не создавая новое. То есть, этот чайник, он, видите, там справа картинка, это как изначально он там отображался. Видите, вот каркасная модель. Мы видим только ребра, да, у нашего чайника. Это копия чайника из сервиза Ньюэла. Там были еще и чашки, ну, то есть, весь сервиз был там смоделирован. Но остался только чайник, потому что он самый крутой. Крутой, в смысле, он очень удобен для тестирования различных вещей, используемых в трехмерной компьютерной графике. На этой модели хорошо тестировать отброски, освещение, нанесение текстур, там всякие различные цветовые модели, вот разные поверхности. Вот, очень удобно для этого. Затенения всякие, отбрасывание теней. Поэтому вот он, посмотрите, вот какие уже технологии современные применены. А модель все та же, которую мы видим справа. То есть, он активно используется. В блендере для этих целей используют обезьяну. Видели в блендере обезьяну, нет? Ну, как бы тоже там вот, да, обезьяна есть, на нее можете посмотреть, она смешная, но цель ее такая же, как и у чайника. То есть, на них удобно смотреть вот эти все детали, и смотреть, как работает обработка. Ну, а вот он сам Ньюэлл, и справа, видите, вот так, как выглядел у него сервериз. Правда, чайник, видите, повыше. Он был сплющен, там, ну, по своим соображениям, но мы теперь сплющены, его увидим все время. Восьмидесятый год, трехмерная видеоигра, но вывод контурами, видите? Ну, как бы, это танчик, наверное, да, там, но трехмерный. Видите, что он трехмерный? Я не очень вижу, ну, доверяю, ну, пусть трехмерный, трехмерный, да. Но, как бы, не очень хорошо, понятно, но можно допустить. Следующая игра, восемьдесят третий год, чем отличается? Ну, полигоны стали закрашены, до этого вот так, ребра были, потом вот стали, видите, как уже полностью закрашенные полигоны. Ну, вот это следующий этап, восемьдесят третий год, смотрите, до чего уже дошли. Казалось бы, тривиальные вещи, да, но вот, вот, сейчас на карте чуть-чуть обеду. Еще одно достижение, причем немножко в другой области. Если предыдущие картинки, две, касались компьютерных игр, в компьютерных играх главное реал-тайм, то вот это, это задача, связанная с разработкой изображений хорошего качества, то, что применяется в фильмах, и связано с алгоритмами трассировки лучей, алгоритмами трассировки света. Это другая задача, отдельная задача, мы о ней тоже будем говорить, и будете пробовать делать. И вот это называется Корнельский куб. Корнельский университет занимался вот именно алгоритмами трассировки лучей, и в частности, вот как свет отражается, как он моделируется вот со всякими поверхностями и так далее. С этого момента, когда вы различные алгоритмы для трассировки лучей используете, вот это образец, на котором вначале это тестируете, ну а потом так вам нравится. Там всякие основные виды, посмотрите. 86-90-й появляется мультимедиа, обработка видеоизображения, звука, диалог, анимация, чуть быстрее это все работает, но это как бы развивается то, что было. Потому что что такое обработка видео? У вас просто много кадров. То есть там у вас один кадр, а там вот просто много. И как бы сказать, что это какой-то качественный скачок нельзя. Когда скорость маленькая, вы видео не можете сгенерить быстро и хорошо, то есть вам нужно просто, ну, не хватает времени, не хватает мощности компьютера. Потом эта возможность появляется, мы переходим сюда, на следующий этап. 91-й, 2007-й. Появление виртуальной реальности. Все знают, да, что такое? Да. Ну, дополнительную реальность тоже можно сюда прикрутить графики, хотя больше по прогонке изображений. Всякие датчики перемещения, которые помогают вот захватывать, да, и переносить моделирование там всяких движений и так далее на персонажей. Там появление стереоочков и так далее. Ну, вот всякие какие-то технологические вещи, ну, и трехмерная графика активно развивается. Будем подробно все рассматривать, поэтому не буду сейчас. То есть, одну картинку хочу показать в качестве примера. Посмотрите, видите лицо, да? Ну, это трехмерная модель, но согласитесь, что она гораздо больше уже приближена к человеческому облику, чем до этого мы всякие модели видели. Ну, то есть, вот технология шагает. Ну, этот 2001 год далеко не самое последнее. Но на что обратите внимание? Рендеринг. Рендеринг – это вот процесс создания именно этого изображения. выполнялся на ферме из 960 рабочих станций. Ну, тогда еще Пентиум-3, но тем не менее. 960 рабочих станций. Рендеринг одного кадра вот этого изображения. Ну, ой, не в силу фильма, конечно, но покадрово. Ну, ладно, это все красиво, здорово. Давайте посмотрим, через что нам придется пройти при создании трехмерных моделей. Но при создании трехмерных площадей, там сразу понятно, через что проходишь. Трехмерных, по шагам. Что будем видеть, что будем делать по шагам. Так, нам нужно от модели перейти к изображению. Паркасная модель. Ну, в перспективной проекции, ну, потому что, когда мы переходим от трехмерной к двумерной, да, мы на плоскости все равно проецируем. Либо ортографическая модель, либо перспективная проекция. Ну, вот какая-то проекция. Вот эта картинка построена только с помощью линий. Здесь ничего, кроме линий, нет. Скажите, что вы видите на изображении? То есть, правильно, то есть, видите ли вы то, что хотел автор донести? Да, что там есть? Подскажите, ну, что там нарисовано? Кинокамера все видят, хорошо. Лампа, чайник. Фигуры трехмерные, да? В принципе, мы видим всю информацию. То есть, этого, в общем-то, уже достаточно. Ну, как-то, конечно, не очень красиво, но мы можем понять, что там. Здесь столько линий. Причем, обратите внимание, линии перекрывают друг друга, да? То есть, вот мы поверх рисуем, неважно. И все равно мы что-то видим. Правда, если почтем дополнять больше деталей, вот там с кинокамерой, мы уже не все детали у кинокамеры можем рассмотреть. Чем больше деталей, тем хуже просматривается изображение. Но, в принципе, видно. Все то же самое, только каждый объект имеет свой цвет линий. Лучше или хуже стало видно? Хуже. Хуже? Нет. Или лучше? Кому лучше. Кому как? Давайте проголосуем. Мне просто интересно. Кому лучше? Да, в большей части. Какое смешанное ощущение? Смешанное ощущение. Например, Вера Фланкова, вот он первый, его на черном вроде как лучше стало видно. Ага. А основание синий, и синий на черном, но вообще кошмар. Ну или какой он? Понятно. Понятно. Ладно. В общем, спорный момент. Хорошо. А теперь посмотрите. Лучше или хуже стало видно? А мы что-то сделаем? Что? Или точно так же? Лучше. Ну и самое. Смотрите, ушли невидимые линии. Вот как бы то, что закрывает... Вот если мы видим, что у нас камера, а за ней лампа. Ну вот лампа впереди, мы видим только лампу. Да? Вот каким-то образом скрыты вот эти линии. Это применяются специальные алгоритмы. И в том числе, помните, там была фамилия Сазерленд, например? Вот его алгоритм тоже там, алгоритм Кахена и так. Ну то есть там разные всякие алгоритмы, которые позволяют это сделать. Но опять мы рисуем только линиями. Только разным цветом и задние линии не рисуем. Еще одна итерация. Кстати, это не обязательно последовательная итерация. Это или та, или другая обычно. Ну то есть. Что произошло? Вот опишите словами. Что произошло с изображением? Полигоны закрасились. Полигоны закрасились. А вы видите границы полигонов? Вот у публика границ. Ну не внешние границы, а внутри. Вот видите, как они разделяются или нет? Нет. Смотрите. Весь объект, то есть все полигоны объекта имеют один и тот же цвет. Границы отдельно мы не рисуем. Поэтому, когда мы это вывели, куб-то мы хорошо видим. Но сам куб, он как бы, мы только можем догадаться, что там был куб, потому что мы видели до этого. Ну либо если мы себе, ну мы же умные уже, мы там дорисовать умеем, фантазировать. На самом деле, это не очень понятно, да? Есть там губовые методы, там стесаны. Вот этот эффект появился только от того, что мы вывели все грани одним цветом. Правда, грани, опять-таки, мы выводили только те, которые мы видим. Вот в принципе, вот для этого можно использовать Z-буфер, ну либо другие алгоритмы удаления невидимых граней. Но изображение как бы не очень хорошее. Смотрите, а здесь появились грани. У нас у всех объектов остался тот же цвет. Но куб как был синим, так и остался, правда, и так далее. Но что появилось на изображении? Свет. Свет был. Свет. Свет? Правильно, появился свет. Тени, говорите? Теней нет. Это призраки, у них теней нет, посмотрите. Но тень это когда на полу там или где-то вот именно тно, да, тень. Тени нет. Но есть затенение. Вот термин, пришедший к нам, ну вот из переводной такой, да, с английского, затенение. То есть мы учитываем источники света. Мы учли, откуда падает свет. И тогда те грани, которые первыми под цвет попадают, они ярче и светлее, а те немножко темнее. Вот этот термин «затемнение», но это не отбрасывание теней, это разные вещи. Сразу дает реалистичность. Но, обратите внимание, что вся грань все равно закрашивается одним цветом. То есть вот грани между собой разные, но вся грань одинаково красится. А вот это, посмотрите, грани как-то почти не видны стали, видите? Ну вон зеленый, как бы мы только по границам видим, что это не шар. А вот внутри уже не видно грани, мы видим как бы сплошной шарик, правда? Вот здесь уже грань красится не сплошным цветом. Здесь уже все точки грани разным цветом покрашены, в зависимости, ну то есть базовый цвет один, а вот в зависимости от освещения, вот все точки грани пересчитаны. За счет этого более реалистичная картинка. Это вы все будете делать. Это не так страшно, как вы думаете. Все то же самое, но добавляется зеркальное отражение, но и было немножко другой алгоритм, чуть-чуть другой алгоритм. То есть позволяет сделать вот то же самое, что было, но чуть-чуть более подробно, но и зеркальность добавилась. Фонг. Тоже зеркальность добавилась. Это автор. Вот гуру я не нашла, да, чего-то не попался мне под руку. Фонг нашелся, я его сюда отправила, да. И вот как бы эти две картинки, они похожи, чуть-чуть отличаются. Чем отличаются, скажите, гуру? Чем? Чем? Да ладно. Отражение по-другому, да, показано? Можно сейчас. Можно. Тут более рассеянный схема, да? Да, а здесь больше зеркального, да, такого отражения, москвоечного, да. А сколько лучше считается? Что лучше считается? Ну, считается, что это более правильно отображает все отблески, но он более долго, ну, более затратный по времени. Ну, а если вот на шарики посмотреть, вот все то же самое, смотрите, плоское затенение, то есть каждая грань, ну, грань-то меняется, но вся грань одинаково закрашивается. По гуру и по фонгу. То есть вот тут вот видно, рядышком, вот блеск, именно в блеске разница, да, вот блеск. Это пример криволинейных поверхностей, мы это делать не будем, это вот не полигональная, а именно криволинейная, ну, видите, что там шар стал полноценным шаром, но в стандартных задачах, вот в стандартных графических пакетах обычно используются все-таки полигональные модели. А это вот как частный случай, там, по специальной поле домовки, это все специальные частные случаи. Ну, вот потом наложение текстур, тени, видите, вон теперь уже тени настоящие на полу, отражение в зеркале, ну, вот всякие такие вещи идут. И обратите внимание, ну, вообще, ладно, чего для этого дойдем. Ну, то есть это вот почти предел совершенства, почти. А вот вопрос. Да. Вот, когда были, вот, прошлое, затемнение, да, там, ну, да, ну, у каждого метода был какой-то аппарат, который, ну, материал. Да, обязательно. Когда мы начинаем работать с текстурами, с освещением, со все этими вещами, мы работаем с полигонами, и у каждого полигона соответствуют, ну, понятно, геометрические координаты, которые, как бы, описывают его положение. И обязательно, которого происходит вот в создании вот этой картинки, мы описываем как материал объекта, так еще и материал источника света. И это мы тоже будем делать, как бы. То есть описание материала объекта и описание вот в поле сушенства. У каждого коллегона свое. Ну, а теперь вот дошли до красоты полной. Это куб, помните, карнуэльский? Ну, только внутри не кубики, а шарики, такое тоже используется. И слева у нас реал имидж. Это вот полноценная реальная картинка, которая, соответственно, практически, ну, очень сильно похожа на фотографию, но очень медленно считается. А справа картинка считается очень быстро, но она имитирует реальность. Ну, и вот теперь сравните. Вам кажется, ну, то есть, большая разница, нет ли для вас? Да. Да. Ну, скажите, в чем проявляется? В чем? Ну, только в освещении. Ну, в освещении. В контрастности. В контрастности. В том, как отражается. Я знаю, что это так правильное отражение, но в свет, в смысле, это же сфера, она должна быть на свет, как линзы. Слева правильно, слева, да, лево? Налево правильно, а лево там? Да, на лево там и правильно, потому что сфера, как же лист, как от них клинится, она должна на вырослеты собирать. Так, правильное дело. Ну, это вопрос, из чего сделаны эти шарики, насколько там все правильно и конкретно. Да, ну, может быть. Разница большая в теме, как от вас своего. А где более правильное дело? Материал зависит. Справа или слева? А, ну, сидя, как я вам. Справа там. Вам то вообще не следует. Ну, 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 давайте, давайте, давайте. Ну, кто первый скажет? У нас справа. Ну, ну, я специально картинки не поменяла местами. Ну, где правильные тени? Посмотрите, где они более натуральные. Конечно. Сделать не должно быть такими... Конечно. Конечно. Вам не должно быть правильным. Конечно. Справа более правильная картинка. Но, вот, смотрите, отбрасывание теней, это одно из самых слабых мест в режиме реал-тайм. Видите, какие тени неудачные? Ну, как, ну, то есть они грубые такие, вот, ну, что-то бросается. Вот, это одно из слабых мест. Ну, как бы еще есть слабые места, но это проблема. Вот, вот, отбрасывание теней, это проблема. А еще есть проблема. На настоящей... Ой, на презентации поменять назад, которую выложу, или оставить? Так. Реал-имидж. Для реал-имидж используется алгоритм трассировки лучей. Ну, я пока схематично, мы потом будем его подробно там рассматривать. Вот, впервые упоминание произошло в 68-м году, видите, Аппеля. Но это было не реал-трейсинг, это был не рей-трейсинг, а рей-кастинг. И сейчас используют эту терминологию, но, правда, рей-кастинг уже практически никому не нужен. Рей-кастинг, то есть, в любом случае, это отслеживание луча. Из источника света, где у вас, вот тут, испускаются лучи до пересечения с объектом. Вот, рей-кастинг, ну, кастинг это отсечение же, правильно? То есть, мы ему отбрасываем. Просто ищется первое пересечение с объектом, и все. И эта точка рисуется, и луч дальше никуда не идет. И вот мы спустили из источника света лучи во все стороны. И вот первые пересечения нарисовали, все. Это алгоритм удаления невидимых граней. То есть, мы нарисовали только то, что видно из лампы. Ну, как бы то, что лампа нам показывает, да, как бы все. Но только в рей-кастинге это даже не лампа, а взгляд человека. То есть, там, рей-кастинг именно для того, чтобы показать, что человек видит. А вот в рей-трейсинге мы с помощью, то есть, мы трассируем луч. Уже из источника света лучи спущен. Он идет сюда, потом отсюда отражается, забирает долю энергии. Идет сюда, забирает долю энергии и так далее. И вот просто нужно, вот в этой задаче главное просчитать все пересечения лучей и правильно рассчитать долю энергии, которая туда попадает. В принципе, далеко не самая сложная задача, но это все очень долго. И вот за счет этого шикарное изображение работает огромное количество времени. И на данный момент, вот 79-го года, когда он впервые появился, существует масса оптимизации этой задачи, ну, то есть, решения этой задачи, с тем, чтобы выигрывать во времени. Время сильно ускоряется, но все равно еще далеко для того, чтобы приблизиться к реал-тайну. Это результат классического рей-трейсинга. Это полностью сгенерированная картинка. Видите, всякие там переломы неба и так далее, всякие штуки. Вот это результат там вот, 84-го года, более продвинутого алгоритма Radio City. Это не фотография, это полностью сгенерированная картинка, вот со всеми тенями, со всеми переходами, полутенями и так далее. А теперь реал-тайм. Здесь тоже допустимы всякие красивые штуки, достаточно быстро, но с тенями плохо, как вы помните, да? Посмотрите, как вы думаете, что нарисовано слева? Шарный бильярдный. Что? Бильярдный шар. Не слышу, слышу, что говорите, но не помню, что... Бильярдный шар. Бильярдный шар. Ну хорошо, бильярдный, так бильярдный. А что нарисовано справа? Шар, шар, шар. Шар, шар, апельсин. На самом деле, нарисовано одно и то же шарик. Это одна и та же модель. Это... Причем он полигональный. Это многогранник, такой приближенный к шарику. Но алгоритм реал-тайм, благодаря нанесению текстуры специальным образом, мы видим как бы два похожих, но разных предмета. Гладкий шарик, блестящий, в общем абсолютно круглый, хотя на самом деле это полигон. И что-то среднее между апельсином, пожамканным шариком или шариком обсыпанным сахаром. Это технология банк-мэппинг. Самая простая из всех возможных. И вы ее все, ну как бы, тоже будете делать. Это не сложно. Это наложение текстуры получается. Да, это специальное наложение текстуры, да. Технология банк-мэппинг. Большинство вот таких эффектов, которые вы видите в играх, в том числе и тот же банк-мэппер, реализуют на данный момент шейдерами, что значительно ускоряет вычислительный процесс. Посмотрите пример. Видите, вот какие лица можно получить с помощью шейдеров. Ну это вот там DirectX, например, я оттуда вытащила, другой не было, по другой картинке. У вас в конце, то есть ближе уже к концу, вы будете загружать модель, уже готовую, вот похожую на эту. И будете накладывать там текстуры, всякие там штучки. Она вот примерно вот такая там будет получаться. Ну у кого какая, у кого лучше, у кого хуже. Ну вот как бы это все реально. Сами модели мы создавать с вами не будем. Ну то есть они создаются на данный момент в графических редакторах готовых. То есть это художники там создают модели. Мы будем брать готовую модель. Сейчас я покажу, как она выглядит примерно. И получать вот такие изображения. Ну то есть мы будем именно визуализировать по модели. То есть то, чем занимается компьютерная графика. Что такое шейдеры? Шейдеры это специальные программы, ну называют мини-программы, которые выполняются на видеокартах. Они бывают очень маленькие, там чуть побольше. Они загружаются. Вы их пишите на специальном языке шейдеров и загружаете специальным образом. Это не сложно. Ну если шейдер простой, то это не сложно. Там просто есть обычность такой, стандартная последовательность действий. Меня еще слышно? Или я уже свой голос слышно? Стандартная последовательность действий и все. И сложность только в написании самого шейдера. Простые шейдеры пишутся просто, ну а сложные, кому интересно, пишут сложные. Как бы чуть сложнее. Визуализация водных поверхностей. То есть вот эта картинка, здесь нет никаких моделей волн. Это полигончик такой, чуть-чуть искореженный. А вот за счет всякого использования карты нормали, ну это Normal Mapping здесь используется, и шейдеры, вот получаются вот такие вещи. Вот все, что можно сделать с шейдерами, можно сделать и без шейдеров. То есть это не то, что нечто волшебное. Шейдеры позволяют ускорить процесс вычисления. Я буду рассказывать как. То есть вот фишка их в этом. А, как бы делают они то же самое, что можно сделать и без них, но просто это будет работать, ну, безумно будет. Еще одна водная поверхность. Этот пример специально привела. Это бакалавская работа, вот сколько, два года назад, по-моему. Офтун Богдан, вот, делал вот такую водную поверхность с помощью шейдера, вот, различные виды. Ну, основная фишка ваша в том, что вы должны много работать. Это самый большой недостаток этого курса. Но я с этим ничего не могу сделать. Ну, к сожалению, вот. Я пытаюсь, я вас динам на команды. Я пытаюсь вам увеличить общий объем работы. Ну, список литературы. Значит, смотрите. На русском языке у нас в литературе не очень хорошо. Но, тем не менее, что-то есть. Я сейчас внимательно комментирую, вы внимательно слушаете. Смотрите. Есть, для вот всяких, для векторной графики есть чудная книжка Майкл Ласло. Видите? Ее в электронном варианте до сих пор очень много. Можно ее скачать без проблем. То есть, вот, для векторной графики это, вот, замечательная вещь. И не только на векторной. Ну, то есть, вот, это, естественно, это 2D. Дальше. Есть Шикин-Борисков. Вот два варианта. Ну, там кое-что есть. Его тоже полно в электронном виде. Это вот как раз из этого графика. Там, в случае, устаревшего всего, но кое-что есть. Потому что все, что касается базовой части, особенно 2D, ну, оно не менялось-то сильно. Поэтому, вот, нормально. И есть еще Роджер и Адамс. Там лучше описано. Более подробно, более детально, более качественно. Ну, может быть, язык чуть менее современный. Но все равно это мат основы, как бы, да. Ну, вот, хорошая, нормальная. Но вот для таких вещей. Я буду стараться рассказывать подробно. Но все равно, как бы, если что-то посмотреть, вот эти вот книжки. Есть там всякие вот такие книжки с графиками. И еще вот эти, вот эти. Вот они. Теперь слушаем меня внимательно. Я, если не забуду, сегодня... Чуть-чуть, пожалуйста. Дальше. Вот эта книжка, это будет ваша настольная книга всю вторую половину курса, а то, может, даже и раньше. Посмотрите. Называют Red Book. Потому что она красненькая, значит. Это OpenGL. Мы с вами рассматриваем из библиотек именно OpenGL. И с ним будем работать. Вот это очень хорошая книжка. Ну, англоязычная, но ничего страшного в этом нет, поскольку здесь терминология и, в общем, такое. Вот в дополнительной литературе, ну, я ее вынесла. Мне чего-то, что надо писать, в общем-то. Тоже вот чуть-чуть более, так, в 2004-2002 это вот более старенькие книжки. Вот там есть DirectX вверху. Он специфичен. Ну, для нас. Поскольку мы занимаемся OpenGL. Но, тем не менее, многие вещи я буду периодически проводить в параллели. Все равно есть и в DirectX, и в OpenGL. Потому что это конкурирующие библиотеки, которые направлены на одно и то же. И поэтому многие вещи, как бы, чем-то похожи, параллели проводить буду. Поэтому я их туда, как бы, вынесла. Но читать особого смысла нет, потому что мы другими занимаемся. Ну, и вот более современные, вот там, 2015-й, как бы, уже. Ну, вот, RedBook лучше всего из этого. С моей точки зрения. Ну, и конференция. Если кого-то заинтересуется, можно пытаться подавать. Но, по крайней мере, на графикон, который проводится, ну, вполне реально. И даже с докладами студентов очень поощряют. Если это кто-то очень интересует, то это вполне реально. Так, что у нас с перерывом? Или мы их делаем? Нет, маленьких? Да. Ну, вот, посмотрите. Этот примерчик. Это вот то, как постепенно происходит обрастание каркасной модели. Какой-то каркасный язвь. Да. И доходит до той модели, которую вы видите. Ну, это вот образец, как-то, как примерно выглядит для разработки модели. Сейчас у нас будет новая тема. Чуть-чуть.